Если мы посмотрим на тот же саммит договора, написанного на туалетной бумаге, если мы будем обсуждать о ДКБ, то это явно демонстрация ослабления России. Все это театральное действие, которое проходило в Армении. Саммит ДКБ, где было видно, что конфликт произошел. Пашинян отказался подписывать заключительную декларацию. Почему он это отказался делать? Ну, я начну с того, я начну ситуацию смотреть, я даже начну с Турции. Дело в том, что сейчас происходит в кавычках определенное восстание Турции. Мы видим, что в Турции были теракты, а еще до терактов Турция планировала вторжение, но для вторжения нужен был повод. Без повода вторжение было невозможно. А вот произошли теракты, появился повод, и Турция ударила по курдским формированиям. Он не слышит. Меня слышно? Слышно или нет? Тигран, куда вторжение? В Сирию? Да, в Сирию, конечно. Конечно, в Сирию. Меня слышно, кстати? Да, тебя прекрасно слышно. Да, и дело в том, что знаковое событие состоит в том, что Турция нанесла удар, в том числе, по американским силам, что вызвало заявление Госдепа Соединенных Штатов и соответствующих комитетов Сената и Конгресса. Это очень серьезно. Дело в том, что Турция балансирует на грани и все более выбирает в сторону авторитарных режимов. Фактически, что есть наша война и что есть это противостояние. Противостояние либеральных обществ и авторитарных режимов. И Турция скатывается все более в сторону авторитарных режимов. И дело в том, что Пашинян никогда бы не сказал то, что он сказал, если бы Турция не вела себя таким образом. И, соответственно, он бы не получил поддержку Запада. Дело в том, что Армения, имея она не такого слабого, неуверенного в себе лидера, как Никола Пашиняна, она могла бы предложить заменить собой Турцию. Ну, безусловно, после коррекции границ, соответственно, и с обмитражом Вудру Вильсона, американского президента, который остается в силе. Ну, это, конечно, шутка, но это тоже определенное. Если надо будет, сделают и так. Дело в том, что Никол Пашинян не просто представлял страну, которая входит в несуществующее ОДКБ, а договор ОДКБ напишется на туалетной бумаге, я это говорил, нет такой организации, это организация абсурда. Он является же председателем, председателю, стоящим ОДКБ. И он не подписал документы, вот все прилетели, да. Кто там был? Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения. Я, кажется, никого не пропустил, я надеюсь. Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Армения, Беларусь, Россия. Там больше никого нет ОДКБ. И он не подписал документы, из-за чего они туда прилетели и собрались, как председательствующие. То есть фактически они просто прилетели и просто улетели в значительной степени. Путин, я смотрел видео, он очень раздраженно бросил ручку об стол. То есть у него была истерика. Лукашенко начал объяснять Пашиняну, что он должен что-то подписать, но Пашинян сказал, заседание закончено. И посмотрел ему в глаза, и как бы на этом все завершилось. Конечно, многие называют это пощечиной России, но в действительности это очень серьезный шаг. Очень серьезный шаг, потому что Россию опозорили в единственном военном союзе, многостороннем, потому что у России есть военный союз только с Азербайджаном, военный стратегический союз. Это вообще гениально. Россия по коллективному договору является союзником Армении, а по двухстороннему военному союзу с Азербайджаном, который является противником Армении. Это гениальная ситуация. Московская декларация, ДКБ, то есть это просто... Только Россия может так дружить. Что происходит дальше? Сегодня Азербайджан привел свои войска, сухопутные войска в состоянии боевой готовности, безусловно. Турция не будет ничего делать, потому что есть жесткий запрет США. В принципе, он есть и в отношении Азербайджана, но в основном в отношении Турции. Понятно, что это синхронизировано с Россией, потому что Путин приехал в Ереван открывать Зангизурский коридор, коридор через Южную Армению. У армян это Сюник, у тюрки называют эту территорию Зангизуром. Конечно, никакой коридор не открыли, открывать его не будут, потому что никто не будет в условиях глобальной мировой войны, ни Соединенные Штаты, ни Франция, ни Великобритания не позволят сделать вот этот хаб турецкий, через который продается российский газ под маркировкой Азербайджана, и вся Европа его покупает, и весь мир, делая вид, что это азербайджанский газ, но нефти, но все знают, что это российское все, чтобы сделать этот хаб сильнее, и чтобы там уже и оружие гонялось, и спокойно можно было перебрасывать на украинский фронт подразделения Сирии и из других стран Ближнего Востока, если будет прямая сухопутная связь между Россией и Турцией, это все будет происходить. Поэтому ситуация непростая, идет очень сложная игра, очень сложная игра. Понятно, что Пашинян человек робкий, он полностью зависим от России, но он не менее, а более зависим от Соединенных Штатов и Франции. Вот в чем дело. Дело в том, что он постоянно балансирует, но если бы он не сделал этого Демарша, а для него главное это его личная власть, то по его позиции во главе Армении они бы пошатнулись. Дело в том, что если посмотреть видео, как встречали Путина, то понятно, как армяне были счастливы, когда прилетел Путин. Массовые митинги, люди в аэропорту, у нескольких аэропортов, везде плакаты, народ на улицах, которые говорили, что Путину здесь не место, и у ДКБ здесь не место. Это видели все. Это видели приехавшие лидеры Таджикистана, Кыргызстана, Белоруссии и Казахстана. Соответственно, если провести мониторинг, то, что пишут сейчас русские, то они пишут, что Пашинян враг, Армения враг, ну и как это принято. Поэтому есть риск проведения каких-либо военных операций, серьезных. Это либо будет сделано руками Азербайджана, потому что России сейчас нет у Армении, а для того, чтобы проводить военную операцию в Армении, России необходимо раньше провести военную операцию в Грузии, потому что нету сухопутной границы с Арменией. У России нет сил сейчас проводить сухопутную операцию в Грузии, а потом в Армении. А если Россия попробует что-то сделать в Армении, ну, эти жалкие в совокупности 5000 российских солдат и офицеров, они будут понятно что при всей лояльности армянских генералов определенных россии все но их сотрут за день это ни о чем это 5000 человек какая военная операция их не база и и окружат и она через их оттуда часть перебросывали в украину тем более часть перебросили в украину но там нет никаких сил но есть еще база в карабахе да там две тысячи человек но это же не серьезно эти мир они это никакие не миротворцы вот я читал сообщение сегодня во французских газетах пишут что российские миротворцы сейчас передают расположение армянских не не армении а карабахских армянских воинских частей дислокация места дислокации количество вооружений вот сегодня была передача азербайджанской армии вот это такой союзник армении ну понятно что пашиняна терпит потому что он демократ потому что да он действительно демократ армения демократическая страна в отличие от азербайджана но терпеть уже такое открыт подписание не только подобных документов если ничего не будет делать он потеряет свою власть и в принципе ему просто не позволят